доброе утро всем камера грязная мчимся с сыном на родник освободили бутылки из-под воды которую брали на колонке попили как бы почти сутки замечательно вода по качеству лучшие так что будем пить родников воду добрались до места с сыном сегодня вдвоем у нас пять бутылей тут таскать метров на на около 50 в одну сторону прогуляемся сейчас машинку оставляем так с ключами вроде не угоняют здесь а кому она нужна трава нынче какая хорошая тут у реки влаги хватает временно с 8 начала 9 сура пораньше пока народу несколько наберем судя по тропинке тут это люди ходят постоянно не зарастает напор не упал от родничок набирай тогда я хоть родничок покажу там я уже показывал речка буквально в 10 метров до 10 метров но я бутылку не взял анчас уносить будем не набирается быстрее чем на колонке не лучше на песок а там скользкая ну и плюс то что можно подойти в обуви в такой там и не намочиться кто-то благородил то хорошо такая ну как раз одна я одну унесу на бутылку заберу попробуем заодно каково это хотя не метров 40 на на машины бутылку нас 19 5 полная где-то двадцатку весит по 2 таскать удобней а вот так вот берешь и прешь пить захочешь центральной нас воды нету на хоть бы была по качеству что-то нынче не знаю да с собой вот бутылочку холодненько чтобы я не знаю на как-нибудь померить термометр привезу прямо с родника по мере какая температура воды хорошо с утра птички поют сегодня погода еще будет обещали дожди но не будет дождей наверное вечером буду либо завтра с утра картошечку поливать подсохла уже земля посмотрим по погоде но погода опять поменялся дождей не будет пока хожу брожу сыночек уже получается четвертый набор красавчик на прям там оставляю лучше ладно так 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 какие камушки но не замарается вот студеная холодная холодная вообще нормально попили неплохая вода я думал сильно железа много мне терпимо она постояла все хорошо а то вода не знает что затхлая стала почему-то это как тины тянет ну это такой же было год или два назад 2 на на они емкость моют останавливать водоснабжение все где-то на сутки почти вымывает емкость обеззараживает нынче по ходу никто делать и делать не хочет так вот и все лодненькая водичка будет воду магазина я не пью редко получается покупает или не газированную простую воду газировки уже много лет не пью но и никому не советую эту гадость пить человеку нужна до жизни чистая вода и все качественная еда так ладно телефон в карман пойду никита догонять так ну вот 100 литров студеной водички родниковый авру 101 да по пути мусор вывезли еще а тут дорожка прям деревня деревня такие дома старенькие прям такие как везде по россии сейчас маленько покажу проеду так поснимая с руки штатива машине нету елочки красота гравийка хотя поселке в большей части это асфальт у нас домики такие старые развалины сейчас будем проезжать тут еще как бы более или менее подальше там прям такие убогие скорее всего не жилые вот малюхонький стоит справа что такое асфальт у нас там район новый домов старых то нет а тут прям полно их старая улица я я только даже не знаю какая-то улица ломоносово ломоносово они где-то есть домов старых много травишками занимаются трактор есть нас потихоньку перетекаем в центр поселка а ну дальше продолжение то и ультся а что-то вообще сейчас маленьким покажу вот мы как раз выезжаем получается к младшей школе вот она слева тут уже асфальт хорошо раньше вот для школы лес тополя были вот года два назад до тринана тринана выкосили все школу даже видно не было стояла в лесу хорошо с утра жарко уже так ладно рука устала и едет дальше до дома всем доброе утро сейчас буду в общем заниматься иван-чаем накрывая сверху ферментированный иван-чай вот мы его вчера скрутили и сверху накрыла мокрой марлей сверху еще крышки закрыла чтоб марли не сохло ммм какой ароматный чай получился в общем мы его вчера вечера накрутил сложили я его мокрой марлей накрыла сверху крышкой и вот он ночь у нас простоял и приобрел такой фруктовый аромат приятный сейчас я его буду на противень перекладывать конечно это я сейчас все разберу чтоб листики были отдельные мы его скручивали в ладошках вот такой вот он получился в общем просто нарушили структуру листа и сейчас его в духовочке буду подсушить обычно я это делаю на плите жарю руками сейчас как бы нужно по-быстрому все это пересушить пережарить и поэтому я буду делать в духовочке сначала я его подсушу а потом уже добавлю температуру сначала подсушивать буду примерно там от 120 до 140 градусов с конвекцией а потом уже когда он подсохнет я добавлю немного температуры до 170 и уже его поджарю перемешивая время от времени так вот я разобрала иван-чай этот сейчас у меня пойдет в духовочку чай мы собираем именно тогда когда в общем растение начинает выпускать стрелку или уже выпустила стрелку ну и только-только начинает зацветать тогда у него лист очень мягкий такой сочный и его очень хорошо скручивать так как мы скручиваем его руками пока Саша еще не сделал какое-то приспособление чтобы его прямо вот так вот скручивать чтобы не на мясорубке но мясорубке в принципе я бы вообще не делала потому что это все равно идет окисление металлов ну в общем мы делаем пока руками и вот лист когда на такой вот стадии он еще молоденький и очень мягкий но при этом он уже сочный и очень хорошо скручивается а когда растение уже переросшее лист начинает грубеть и в нем уже намного меньше сока все этот чай отправляю в духовочку а этот чай сейчас в общем смочу марлю снова ну водой чтобы она была влажена и накрою но чай вот этот вот уже ферментированный его долго держать нельзя потому что у него тоже есть свойство прокисать он уже начинает потом когда прокисает он такой приобретает в общем привкус запах ли такого кисловатого и поэтому ночь простоял с утра сразу я его всегда жарю пережариваю не держу поэтому в духовочке я его сейчас пережарю весь пока буду заниматься делами а потом попозже время у нас пока начало 9 ну и часов 10-11 мы съездим наберем еще листа с ребятишками еще как вариант можно вот так вот в общем подсушить на улице на ветру ну как я делаю я на ветру подсушиваю здесь перед домом здесь хорошо ветерком обдувает это и сохнет очень быстро в общем можно его подсушить а потом уже в духовочке обжарить можно оставить просто в сушеном виде ну нам больше нравится жареный он получается такой более насыщенный более черный более ароматный ну и конечно же очень-очень вкусный мы уже более 4 лет не пьем магазинный чай как бы и ни чуточку об этом не жалеем нам этот чай очень нравится я делаю вот такой сушеный просто подсушила он высыхает измельчаю потом немного делаю жареный добавляю туда шиповник сушеный когда бывает соберем ягоды сушеные белоголовник душицу мяту либо мелису и все вот такой вот микс получается прям очень такой вкусный ароматный чай ну аромат такой идет дома кстати тоже в духовочку поставила сразу такой аромат пошел на весь дом очень вкусный фруктовый пахнет вообще прям замечательно ну все здесь вот оставляю на столе он как раз подсохнет а у меня тот подсохнет ну а я пока пойду постряпаю детям санет на улице сегодня вроде хорошо тепло снова 30 градусов обещает ну посмотрим пока солнышко будем собирать и вам чай так сейчас шпинату курочкам нарву нет остатки остались остались остатки шпината потихоньку вырываю ну они вообще прям с аппетитом его едят в общем пока шпинат потом пойдет салат тоже курочкам что не съестся ну а здесь уже посею либо укроп либо дайкон наверное здесь дайкон вот там где салат как раз там какую-то часть укропа уже вырвали там досею укроп тот сейчас подрастет немного пойдет под срезку немного оставлю на еду и здесь как раз свеженький подрастет тоже пойдет под срезку ну они уже ждут увидели что я пошла за шпинатом прибежали ну боятся шугливые еще такие нате цып-цып-цып-цып-цып идите кушайте цып-цып-цып-цып-цып-цып одни боделины от шпината остаются и то потом и их они съедают они потому что тоже очень сочные хрупкие такие он сам по себе мягкий все-все ухожу картошечка как пошла в рост прям дружненько о даже он зацвел кустик уже сейчас покажу сейчас покажу поближе странно конечно такой малюсенький кустик и уже зацвел красота он тоже выпускает зацветет думала в ограде зацветет первое а нет здесь вот смотрю уже прям выпустили бутончики ну пусть цветет как раз у меня там удобрение уже на подходе и хочу еще так же картофель ну фитоспорин придет и обработаю сразу и кальциевой селитрой с фитоспорином и потом макбором тоже будет полезно так же как и томаты в период цветения в общем обработаю такими препаратами ладно пойду заниматься обещала детям сонет постряпать ну сейчас быстренько постряплю мне нравится он быстро готовится полный шлепанцы земли набрала в общем быстро готовится и он очень вкусный получается дети прям с аппетитом едят ванюша так прям его тоже любит сильно так в общем здесь сбила яйца сюда добавила растопленный маргарин у меня здесь яйца взбитые с сахаром ванилин немного соли чуть-чуть и добавила растопленный маргарин здесь муку приготовила сейчас буду просеивать добавлять и здесь уже у меня в общем ванюша аккуратно глазурь готовится сейчас добавлю сюда молока чтобы сверху потом полить здесь у меня какао маргарин тоже сахар и молоко будет все в общем добавила сюда молока сейчас маргарин здесь растопится все хорошо такую в однородную массу перемешается и буду уже уваривать до загустения все пусть пока у меня здесь варится пока я тут готовила тесто у меня подсушился и зажарился чаек вот такой вот какой он ароматный свежий прям вообще невероятно я просто листики вот так вот измельчаю чтобы они помельче были чтобы не были эти бадылинки и все он мелкий хороший он когда в закрытой банке постоит он прям вбирает весь аромат обалденный и вот такой вот он красивый он прям такой черный черный становится он не сгорел он просто подсох и чуть-чуть подзажарился я даже сильно зажаривать не стала такой камера не передает у него такой коричневый прям оттенок камера не передает цвета ну и жаль что камера не передает запах аромата прям вообще невероятный аромат у меня там банюша на заднем фоне играет так все успела у меня дожариться чаек в общем и сейчас уже буду выпекать сонет вот так вот у меня постепенно уваривается глазурь здесь ей я полью сверху наш сонет вот такое вот у меня получается тесто вот такое оно консистенции и вот я его тонким сваем размазываю по пергаменту и они быстро выпекаются до такого золотистого цвета по краям особенно сразу хорошо видать ну либо можно просто нажать на бисквит если он возвращается обратно значит бисквит готов они такие небольшие получаются тоненькие и каждый в общем бисквит смазывается один сгущенкой вареный другой с джемом смородином в общем у меня видео есть на канале кому будет интересно я ссылочку на видео оставлю в описании как я готовлю сонет проходите смотрите готовьте остынет я потом его на пироженки нарежу и так удобнее будет пить с ним чай клубнички уже краснеют как хорошо но они уже наверное сладкие вкусные они уже слащие землянички так в общем мы с Ярославушкой приехали за Иван-чаем я пока буду собирать Иван-чай Ярослав пока земляничку пособирает себе да Ярослав это у нас не-не кушай тучки что-то заходили думаю время начало одиннадцатого пока Ванюша уснул мы по-быстрому сейчас насобираем Иван-чай землянички насобирает Ярослав ты вот здесь вот походи по лужаечке Ярослав вот здесь вот нет вот сюда вот маленько в сторонку зайди у нас краешку какие красные клубнички смотри какие будешь буду да вон еще висят можешь клубничку пособирать вон они висят но еще зеленоватые ну в принципе еще неделька полторы и клубничка подойдет тот который на солнышке те красненькие ай какие они тоже ароматные только ты красные собираешь вот такие вот смотри зеленые не срывай пусть они краснеют хочешь клубничку пособирай хочешь земляничку что есть будешь так ну я сейчас вот сюда вот чаю схожу посмотрю вчера он прям вообще это ага прям вообще выпустили стрелы сейчас здесь посмотрю и потом по той стороне еще пройду там тоже какие стрелы хорошие хорошо обдувает хоть насекомых сильно нет собирала иван чай в общем наткнулась полянку землянички вон ее прям тут сколько так сразу не увидишь но ее здесь очень много вон какие все красненькие она миленькая просто вон какая красота ты там клубничку смотрю пособирал да вон сколько ну собирай покажи земляничку знаете вот вот губничка какая хорошая земляничка губничка так собираю я здесь пока уже похожу иван шайна собираю я вам уже почти полную сумку насобирала хороший такой пакетик бумажный большой вместительный вон какая огромная земляничка о красота какая ну хоть покушайте свежие ягодки а можно из моей кумники да кумники земляничка поиграть и кумники земляничка смузи на бабочка улетела вон да можно почему нельзя так ну я вот здесь сейчас еще похожу ты пока собирай я еще иван чай пособираю я не ухожу далеко здесь рядышком красота какая да и слепни и оводы все не кусаются больно а мы там машину на дороге оставили и сюда пришли собирать вон сколько здесь землянички блин видимо невидимо красота ну и уже клубничка еще неделька и клубничку тоже можно будет собирать уже сегодня у нас уже получается какое 3 июля вообще отлично в этом году она раненько стала спеть замечательно вон какая полянка ярослав смотри какая полянка с земляничкой ой растет везти ой мелоклавочка уже пол-литровой пол-пол-литровой да пол-литровая баночка ага половинку баночки уже набрал вот смотри вот там красненько все вот вот прямо еще смотри какие висят землянички я пока иван сейчас еще хорошие тоже походу собираем длинненькая сладенькая я нет попробую я оставлю на этот ну ты сама да смузи потом с клубничкой сделаем пойдет клубничка много а у нас да почему здесь когда будем собирать джем буду перекручивать а земляничку лучше так поесть витаминчик полезно да я только что съела вкусненько а что хватит да у меня уже полный пакет ну как тут уйти когда тут столько ее кругом красное и клубничка красавица на подходе ну все ладно мы едем домой то скоро Ванюша проснется сейчас походу еще пособираю здесь иван-чай пока будем выходить до машины там какой кустик красивый листик аккуратный ровненький не погрызный сейчас здесь пособираем только пошли на выход и здесь вон землянички столько да еще такая крупненькая сейчас пяточок пособираем ну так всегда в принципе как только начинаешь выходить и сразу ягода появляется да причем много и крупная да красав красава 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 красавушка на пяточке на пяточке на каком да какая крупная ну вот собрали землянички немного дай-ка понюхать ай какой аромат невероятный красота ну все поехали поехали кусается ого двум листиков набрала все едем домой надо в общем ехать всем и пособирать да ну посмотрим если дождей не будет завтра послезавтра еще съездим да ее только только есть свежую у нее еще такая легкая горчинка есть вкусная сладкая такая с горчинкой какие уже гроздочки по одной пока еще бессмысленно собирать клубничку подождем еще немного и она полностью вся гроздь покраснеет чтобы спокойно вот так вот брать и срывать ее все а на все мы едем домой ну погуляли отлично да ярослав хорошо на природе тучки заходили солнышко спряталось ну замечательно садись садись пришла в общем в тепличку хочу сейчас обработать макбором вчера забыла совсем про него сегодня четвертый день через 3-4 дня лучше обработать макбором ну вот хочу сейчас уже пообработать пообстригла тут все листья внизу все пасынки поудалила какие какой цвет сразу крупный мощный пошел у меня уже развела макбор также разводила 10 грамм макбора на 10 литров воды разводила в теплой воде быстренько он развелся весь хорошо и сейчас уже буду обрабатывать проводить обработку по листу на улице на спасмурно хорошо солнышко сильно не припекает и поэтому сейчас будет самое то обработать на ночь цвету потому что тоже уже много и завязывается уже хорошо и цвету много какие цветут хорошенькие и поэтому сейчас пообрабатываю сейчас обработаю макбором потом снова обработаю кальций селитрой ну и так три раза одним другим одним другим все обработала макбором все перчики томатики завтра с утра наверное либо после обеда если завтра не будет жарко зайду обрежу в общем пасмурки все под углазали бежит в общем опять пасынков целая куча наросло вроде недавно обрезала и опять растут теперь только так успеваешь заходить ну и цветут тоже хорошо перцы он обрезал смотри какие эти бутоны сразу стали крупные распускаться я их прям до разветвления этого обрезала все удалила там уже пасынков много было все повдаляло в общем пошли хорошо цвести ну все пока с тепличкой закончила на сегодня